Друзья, это реально срочные новости. Бинанс только что ушел из России. Я занимался своими делами, когда увидел новость о том, что Бинанс продает свой российский бизнес и полностью уходит из России. Это очень важно, ведь Россия это огромный рынок. Например, я часто бываю на криптоконференциях и вижу там много российских трейдеров и крупных держателей биткоина. Да, Бинанс полностью выходит из этого региона. Они продают бизнес-комикс. И это показывает, насколько большую роль в этом играет мировая политика. Ведь это заявление сделал специалист Бинанса по контролю за соблюдением законодательства и нормативных требований. Да, им просто трудно вести бизнес. Я имею в виду, что Макдональдсу пришлось уйти из России. Эти крупные корпорации были вынуждены уйти из-за геополитических проблем, верно? Так что да, Бинанс полностью ушла. А вас это коснулось? Вы из России? Потому что это огромный шаг со стороны Бинанса. И я беспокоюсь о российских трейдерах, которым придется внезапно совершить этот переход на другую биржу. Это дико, когда биржи внезапно уходят вот так. Да, Бинанс объявил об уходе из России. И это было ожидаемо в связи с давлением со стороны регуляторов США, которые подозревали Бинанс в обходе санкций. На Бинанс и так навалилось судебных исков и проблем. Поэтому биржа сделала то, что должна была. Сбросила с себя груз санкционных спекуляций. Бинанс заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании Комикс. Чтобы обеспечить плавный процесс для существующих российских пользователей, процесс выхода из России займет до одного года, сообщает Бинанс. Все активы существующих российских пользователей в безопасности и надежно защищены. Заглядывая в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия регулятивным нормам Бинанса. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном росте индустрии веб 3.0 во всем мире и сосредоточим наши усилия на более чем 100 других странах, где мы ведем нашу работу. Все, конец Бинанса. Как бы не так. Но что такое Комикс, который выкупил бизнес Бинанса на российском рынке? Что ж, это криптовалютная биржа, которая зарегистрирована на Сейшельских островах и ориентирована на Азию и СНГ. Она будет работать с рублями и в скором времени выйдут приложения на iOS и Android. Без верификации будет доступен вывод до 2 биткоинов в сутки. Для P2P и фиатных операций верификация будет обязательной. Также биржа уверяет, что ее поддерживают крупнейшие и ведущие венчурные инвесторы. Ты можешь сказать, что никогда раньше не слышал о такой бирже? И не смог бы услышать. Ведь она была создана всего 21 час назад. Буквально за десятки часов до того, как Бинанс объявил о продаже российского подразделения Комиксу. Крупнейшая биржа на планете продает бизнес только что созданной компании. Но мало кто знает, что в 2000-х Комикс был компанией по выпуску коммерческих кредитных карт. Но домен компании был в продаже аж до 21 сентября 2023 года. И, видимо, кто-то 21 сентября его выкупил. А российские пользователи Бинанса, похоже, все еще используют Бинанс, даже если уже перешли на Комикс. Ведь Комикс, оказывается, это еще одна облачная биржа Бинанса, которая делит ликвидность с ним. Комикс даже позволяет войти на биржу, выбирая через Бинанс в качестве основного способа входа. Аккаунт Комикс был создан в этом месяце, а CZ сразу же стал его подписчиком. Также Комикс работает на серверах Амазона. И Бинанс тоже. И хотя публично было заявлено, что программа Бинанс Клауд была закрыта в 2023 году, и даже партнеры Бинанса потеряли доступ к функции войти через Бинанс, похоже, что Бинанс Клауд до сих пор позволяет создавать огромное количество криптовалютных бирж, которые работают непосредственно на ордерах Бинанса и делят с Бинансом его ликвидность. Одним из примеров является криптовалютная биржа Mandala Exchange, которая обеспечена Бинанс Клаудом. Это объясняет, как так получилось, что биржа, которая только что была запущена, уже спустя 5 часов после запуска имела объем торгов в 1 миллион долларов на биткоине. Пока что единственным P2P торговцем на бирже является трейдер Golden Rabbit. И торгует он на паре рубль-биткоин. Единственный способ оплаты Тинькофф Банк. Тинькофф это российский банк, который известен тем, что поддерживает способы оплаты, работающие в России для иностранцев. И при этом удобно поддерживается полдюжины крупнейших российских P2P сайтов, которые имеют возможность прямого пополнения баланса в рублях на Бинансе. Также у биржи есть русскоязычный чат в Телеграме, который был создан 25 сентября. Сразу же после создания в него добавились админы и некая Лиза Хе. Кто это такая? Оказывается, что раньше так звали главу направления NFT в Бинансе. Я написал этой Лизе по-русски, кто стоит за биржей. Она мне ответила по-английски, что в ближайшие дни будет больше деталей. Написала, что она не та Лиза Хе из Бинанса. И что это всего лишь совпадение. Но я так не думаю. И наконец, 27 сентября 2023 года вечером Бинанс опубликовал эту статью, в которой говорит, что пользователи Комикс, держащие Бинанс Коин, получат скидку на торговые операции в размере 25%. Очень странно. Итак, это безымянная новая биржа, которая утверждает, что ее поддерживают ведущие венчурные инвесторы, но не называет их. Первый же день работы покупает активы Бинанса в России. Работает на Бинанс Клауде, который в 2022 году вроде бы был закрыт. И обеспечивает торги ликвидностью с Бинанса. Кажется, я знаю, как выглядит генеральный директор Комикс. Приблизительно вот так. Бинанс не ушел из России. Он просто изменил свое лицо, так как ему осточертили нападки регуляторов в Соединенных Штатах. Почему же Сизет так отчаянно хочет, чтобы поток пользователей из России оставался постоянным и доступным? Настолько хочет, что даже создает подставную компанию? Сейчас будут немного тяжелые темы, но мы должны пройти через них, чтобы докопаться до сути. Адам Кокрон очень хорошо разобрал этот вопрос. На этом графике, пишет он, можно заметить внезапный скачок цен, а также разницу между парой биткоин-доллар и биткоин-рубль на Бинансе. Примерно в то же время мы получили знаменитый пост от Сизет с каким-то отчетом до важной новости. Но важных новостей от него в тот день так и не поступило. Вместо этого, после резкого роста объемов на паре биткоин-рубль, Пригожин приказал своим силам маршировать на Москву. Если вернуться в прошлое и сравнить дельты пары биткоин-рубль на Бинансе и пары биткоин-нигерийская Найра на Бинансе, то с 2022 года наблюдается устойчивый двухнедельный всплеск, когда примерно каждые 15 дней деньги перемещаются из рубля в биткоин, а затем в нигерийскую Найру. Это продолжается до начала июня. В то время объем пары биткоин-найра резко вырос и особенно сильно подскочил после того, как Вагнер начал свой марш на Москву. Найра – одна из двух валют, которые легче всего перемещать внутри стран Африки. Вторая – это южноафриканский рент ЗАР. Из-за большого количества цифровых кошельков и местных поставщиков наличных денег в Африке, которые принимают Найру, ее легко конвертировать в большинстве стран Африки, а также легче избежать строгих требований банков, как в случае с южноафриканским рендом. Ранее в этом году правительство Нигерии вынесло предупреждение Бинансу, которая прежде заявляла о том, что никогда не работала в Нигерии. Зачем-то они это скрывали, хотя самыми яркими контраргументами этого являются тонны денег, которые Бинанс вливал в Нигерию. Например, в каких-то локальных новых агентов. Их местными агентами являются подставные компании, созданные и финансируемые Бинансом, которые существуют на местном P2P рынке. Они работают через мобильные телефоны и другие способы оплаты. Также известно, что региональная служба поддержки клиентов Бинанса будет направлять пользователей в санкционированных регионах именно к этим агентам P2P, чтобы помочь избежать любых ограничений, связанных с KYC, верификацией, идентификацией, санкциями и так далее. Так, например, в эту практику входили и российские, и крымские граждане. А затем 23 августа самолет Пригожина сбили и деньги начали поступать обратно в Нигерийскую Найру. 6 сентября Глеб Костарев и Владимир Смеркис, два топ-менеджера Бинанса, которые отвечали за СНГ и РФ, ушли. И оба в один и тот же день. Их быстро заменяет Ольга Гончарова, которая ранее была директором в ЦБ РФ и последние 7 лет возглавляла департамент сбора и обработки отчетности в Банке России. После многих лет отличных показателей за два дня до марша Пригожина на Москву, Бинанс Коэн начал сильно падать по отношению к биткоину. И похоже, что CZ поддерживал его курс с помощью прибыли, полученной от Вагнера. И Адам Кокрон заключает, что теперь понятно, что комикс это всего лишь еще одна подставная компания Бинанса, попытка Бинанса продолжать получать прибыль от российских олигархов и, как бы грустно ни было, войны. Меня зовут Богатей Шиди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok